приветствую вас дамы и господа с вами дан стрэнджер и это прохождение horizon запретный запад часть 7 ну чтож продолжаем почти на том на чем остановились местная деревня и идем по основной миссии спросим что тут этот усердный нам приготовил из заданий путь к свету пустоши свободен двигай ты не рент из авангарда я пойду лишь тогда когда капитан я забралась со всеми сикачами и ты пойдешь приказ капитана они в порядке живые но нездоровые и ждут твоего появления но я же меня должны были сопровождать трое охранников я в свет пустоши в уадис как сказала элой приказ капитана можешь остаться быть брошенным среди черни ну уж нет значит идем туда вместе увидимся элой бега себе он телегу тащит чем его там нагрузили когда все сделано посольство наконец может начаться опыт и если все получится и 2 очка навыка я смогу отправиться на поиске саймонса и айда окей беги можно идти в свет пустоши или побродить еще у преграды еще я плохо было бы выпить с петкой а выпить с петкой кстати насчет этого это что средний ящик этот средний ящик где где-то наверху могу я туда как-то попасть нормальным способом походу нет придется тихо перепрыгивать ресурсики я тут между между делом пробежался немножко по посмотрелся по городу и тут увидел вот это вот стычка машин туда сбегал так сказать походу это местные шахматы вот туда исходим покажу запишу но сильно играть у них не будем плюс тут как раз таки это петро тоже выполним задание с ней но для начала посмотрим что это но сильно затягиваться не будем с этим делом и так тут какие-то обучающие основы куча всяких досок странных и куча терминов которых можно обучать начало игры основы доска мощь 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 минус какие-то название типы машин уровень машин и так далее боевик таран штурм игровые наборы на фигуры вы можете потратить до 10 очков подготовки бои всякие короче местные шахматы прям жуть как какой-нибудь гвинт в ведьмаке третьем и так ну посмотрим что она тут нам предложит такого посмотреть набор противника на r2 нарко боевой тип первого уровня типа какие-то непонятные основы стрел стрелок удар жизни 4 и 2 типа перемещения непонятно посмотрим отлично а май гад часто говорят что в стычке машин самая главная стратегия каждый начинает со своим набором фигур предпросмотр это что представляет машину и стоит определенное количество очков победы для победы это зачем нужно набрать 7 очков уничтожая машины противника да запомните о можно вид меня прикольно поэтому мы пользуемся этими записями видишь чист там указывается количество очков начисляемых за уничтожение этой машины в записях также указано как далеко ходит фигура так я понял все-таки это насколько мощные у нее атаки ладно 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 дистанции посмотрим что тут имеется ну например так что каждая машина будет только на определенное расстояние посмотри в записи если я похожу сюда до меня быстренько доберется и ее машина так что максимальный ход это по сути как в героях то есть получается максимальный ход и сразу наверно урон какой-то можно нанести раз-два-три раз-два то есть она тоже сюда может дойти я похожу пожалуй вот сюда тебе просто нужно передвинуть эту машину вперед я уже алло почему она хочет чтобы ее сюда переместил я хочу отсюда и повернуть на r2 у нее еще есть типа куда смотреть ладно обучение каждый раунд ты можешь ходить двумя машинами так что давай возьми вторую машину окей и все равно сюда ладно отлично поскольку пока больше делать нечего передай завершить ход окей дай-ка я передвину свои фигуры она хитрая она хитрая хочет сделать именно так как я ход снова за тобой в этот раз попробуй атаковать одну из моих фигур да без проблем начала нападай машиной справа понятно дело а теперь фигуру ближе во время сравнивается боевая мощь твоим ладно 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 хватит нам на это оси атакуй фига себе сколько текста да давай продолжим знала что ты умная а теперь атакуй мою машину все как в героях почти за тобой не заржавеет да уж теперь хватай свою вторую машину только сколько хп осталось у противника непонятно видишь твоя машина не может подойти так чтобы атаковать мою но можешь сделать рывок что позволит ей пройти на одну клетку дальше окей какой-то рывок тут есть еще минусом рывка является то что после него нельзя атаковать но и зачем случаях некоторые игроки идут на риск и используют заряд заряд позволяет атаковать после рывка но снижает здоровье твоей машины на два очка ужас решай сама попробуй использовать заряд чтобы понять о чем я давай атаковать на этом твой ход закончился а я нанес урон 2 и сам потерял 2 окей а теперь я покажу тебе один фокус твоя машина что ближе всего ко мне возьми к ее как и у настоящих у этих машин есть и бронированные места и уязвимые как видишь они отмечены на фигурах и синий цвет означает самую крепкую броню 1 если туда ударить урон нанесешь но небольшой красный же показывает уязвимые места попадешь понятно поверни фигуру так чтобы она встала лицом к моей а давай лучше я по твоей фигуре долбанул 2 повернуть на а теперь нанеси удар она то есть я и атакую а вот и твои первые очки победы у тебя их меньше 7 так что продолжим и так надо 7 раз машина атаковала мою но еще не перемещалась передвинь и вниз к моей последней фигуре окей ты атаковала машину и передвинула фигуру но если зарядишь свою машину сможешь атаковать еще окей 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 атаковать я лучше пойду на улицу и поприручаю других машин и они будут сражаться друг с другом жести удивишься какое это дает преимущество не раз вытягивала на этом игры я постараюсь запомнить да пока не забыла вот мои запасные фигуры я хочу отдать их спасительницы меридиана конечно набор довольно скромный но на первое время тебе уж точно должно хватить возможно ты даже захочешь поискать резчиков у них много разных уникальных фигур способных переломить ход игры но для их изготовления нужны материалы а если повезет найдешь фигуры в странстве я их немало потеряла во время ночной охоты на машины и пьяных танцев не благодари я всегда рада помочь начинающим игрокам попок если хочешь сыграть по-настоящему у меня множество других досок я бы даже могла научить тебя еще паре фокусов спасибо я подумаю правильно у нее своих дел хватает урок окончен окей хватит отмена еще увидим силой да уж так что тут петра хочет выпить пивка пивка для рыбка погнали от меня ждут отличный ответ гнев и пламя какие они беззвучные гнев и пламя ладно как хорошо пошло то кузню этим не починишь но хотя бы на время о проблемах забудешь каких ну все не так плохо с тех пор как ты навела тут порядок но ульвунд все еще продолжает проталкивать свой закон об уступках если ты его не уберешь я подойду и тогда ты доиграешься в общем сейчас меня волнует все беженцы из закатной крепости пройти такой путь перенеся кузня знает какие тяготы я видел их к юго-западу отсюда никого не пускают в свой лагерь вот в том-то и проблема на прошлой неделе в скалах разбился буревестник и толан деляга положил глаз на его облом папа беженцы перекрыли про это тот самый буревестник дурацкий ритуал что-то про поиск сумеречного пути куда я пытался попасть них такого не слыхала конкретно эти кархать мы странный народец целом они мирные люди хотят он дуна это плевать он готов за этой добычей по головам идти может ты могла бы заглянуть к нему этих перенести лагерь заглянем что привело тебя сюда карха тьмы уль вунд что привело тебя сюда я думал это уже в свободной горе после битвы у меридиана я туда вернулась а поняла что там и без меня все полно порядке услышала восстановление света пустоши решила что могу пригодиться так тут и зависла ты же всегда можешь уйти и вернуться на восток я горячую кузню не бросаю к тому же кто-то должен смотреть чтобы рабочие не бездельничали сикачите сикачи в преграде будьте здоровы ты свиньи жуткие твари сикачи однажды они объявились и стали буйствовать по всей долине словно пламя в кузне много людей погибло но слава мехам ты с ними разобралась и теперь здесь все налаживается это помешало планам уль ванда вот был бы способ заодно разобраться с уль ван дом и вышвырнуть его из города но чем сикачи в преграде полезный уль ванду три слова закон об уступках раз никто не знает откуда явились сикачи уль вунд решил обвинить во всем карха он надеется разбередить старые раны чтобы устроить забастовку пока закон не будет подписан это просто очередная попытка он пытается подбить рабочих на бунт с того дня как явился в город кстати думаю сикачи пришли из старой шахты уль ванда искра которая может разжечь пламя оказать можешь пока еще нет клянусь кузней так что узнаешь сразу расскажи мне интересно а те сикачи которые я там наблюдал с огнежаром они там сейчас опять за респавниться давай еще про уль ванда что касается уль ванда а здесь все касается уль ванда как он стал тут главным перся раньше всех словно белка унюхавший орех он знал что в свете пустоши понадобится камень и дерево так что собрал все средства со всех денежных мешков в источнике чтобы заявить права на все мало мальски ценное преграде только все банкиры знают что эта земля карха и король солнца в любой момент может оспорить их права поэтому ему нужно чтобы наместник подписал закон об уступке окей беженцы если буду в тех местах поговорю с беженцами попробую убедить их переехать было бы здорово и мы так не просто а то он сделает еще хуже вот тебе и новая миссия наконец-таки скорее всего нас туда пропустят так окей куда куда теперь теперь во первых сохранится во вторых посмотрим на карте миссия получается мне поведет сюда если я не ошибаюсь да вот сумеречный путь окей наконец плюс нам надо будет попасть сюда и а это что посольство укротите лентарога окей то есть он там не смог пройти плюс рядом еще какая-то миссия до к карта ладно а это что за миссия рядом сумеречный путь поговорите с окей то ландом второй уровень второй уровень что за миссис а понял интересно прежде всего прежде всего прежде всего сбегаем быстренько сюда в зону обитания нарокопов и там задание акустическая камера нарокопа можно быстренько выбить плюс у меня появился новый лук сколько урона нахуй наносят кислотные здесь 8 а здесь тоже 838 чего-то непонятного а здесь 36 как-то очень странно наконец-то у меня огненные стрелы появились и эти нарокопа по моему как раз таки уязвимы к огню вопросик какой-то это получается вон там вопросик да но туда еще залезть надо каким-то образом может быть как-нибудь потом а сейчас сходим к нарокопам и быстренько попробуем пофармить так ок один есть 2 заинтересовался типа что тут происходит а это что политика солнце лизов у меня был было это текстовая запись здесь жиром заляпанный со спешкой нацарапанным глифами понятно какая-то политика какие-то глифы и ты нарокоп ваш подойдет подойди сюда пожалуйста вот сюда вот давай фига себе булькнула подходи не бойся а главное смотрит по сути на меня а вот сюда подойдешь вот 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 туда прикольно прям на камень камень сканирует только не сканируй меня пожалуйста ну подойди камушку но что ты такие смешные ну серьезно а ну ладно давай так стой 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 ну стой 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 ст окей еще один готов и еще один меня увидел сейчас сюда подойдет отлично ну и посмотрим выпадет ли что-нибудь и походу ничего не выпало а или что-то выпало главный нерв нарокопа но мне нужна была акустическая камера плохо ничего я собрала еще не все детали а где есть другое стадо меня отправляют дальше слишком далеко питание ленторогов мне еще охотиться на ленторогов а интересно а я не хотел настолько далеко бежать ладно нет стой стой какой послушный кабанчик ладно пробежимся хотя это очень далеко это мне придется прям город бегать сейчас на уж может быть нужно оставить хотя бы одну машину и и какова как сказать одну машину ставить и попробовать просто сбить с него этот элемент который мне нужен что тут происходит вау так а вы у нас кто гребни роги да а цепная реакция огонь вот это огни жар бах вот это да стой-стой-стой-стой ау ау окей кто еще вот это я пришел тут нет 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 ау ау быстро лечимся а добиваем они все окей вот это я пришел тут вот это я пришел тут на разборку опа что-то фиолетовое ладно пришлось потратить немножко хп экшон э музыку не надо такую страшную делать опа белка а ну стоять я огненными стрелами стреляю в белку я в нее попал вот это да просто огненные стрелы довольно таки дорогие должны быть в изготовлении ну да требуется пять осколков а тут один кто меня видит это кто нарокоп а ну ка интересно у него там где-то должна быть камера правильно это непонятно если он тут один попробуем с ним сразиться так погоди вот это у него акустическая камера вроде бы да ладно он второго тут призвал весьма неплохо у него тут отстреливается всякое во-во-во-во-во во-во-во-во во давай давай по-моему но то я попал ему в акустическую камеру нанес просто урон думаю мне стоит проверить все эти туши у них могут быть нужные детали то понятное дело но нету мало ядро машины у меня и так имеется сколько сейчас этим луком наношу урона 21 так а этих ленторогов я могу приручать ленторог 13 уровня преимущество разблокировано можно оседлать окей как насчет того чтобы реально оседлать услышали и почти увидели так ленторог ты убежишь или подойдешь побегаем на машине так будет быстрее тем более я еще в этой игре ни разу еще не оседлал только в заставках так где камни пройди вот пройди вот сюда ленторог ленторог ну что тебе стоит да 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 вот туда пройди молодец какой а ты молодец так и треугольник как и было в первой части ура теперь у меня есть машина вызов машина добавлен к вам в к инструментам чтобы выбрать вызов машины используйте влево а она окей как и было так а управление насколько а это интересно нынче управление намного легче так где я так по моему это то самое место где я еще спасал то есть я не туда пошел да не не туда пошел походу на ленторогов мне нужно тоже поохотиться так она остановись окей что у них там за баки окей огненные баки попробуем попробуем взорвать их допустим получим цепную реакцию где-нибудь вот отсюда огненная стрела и попасть бы только раньше у них там броня была и так просто их было не подзорвать офигеть взрываются рядом и даже не реагирует отлично вот это толпу сейчас повзрывал класс один убежал ладно прибежит еще опа а ты кто ну-ка посмотрим не получается вау вы чего сколько у вас тут так нужно забраться повыше не хочу с ними так сражаться вот отсюда вот это тут как выгодное место боеприпасы не знаю в чем дело но вот в отличие от первой части тут мне даже боевка нравится она какая-то другая при этом немного приятней это тот самый лентарок недобитый окей вот это я пришел тут ресурсиков по фармим всяко разных причем у меня миссия обозначена вон прям нужно то-то-то-то-то здорово рога рога ленторога смотри-ка нужны два штуки я всего один добыл значит мне нужно будет еще линт на ленторогов поохотиться ладненько пройди лой раньше вроде бы на машину надо было садиться на треугольник вау эффект камеры у меня кабана задавил клево так стой 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 дай опа тут есть машины еще еще линтороги упс не попал быстро слезь лой отлично кабанчик здорово сделаем ресурсиков так куда-то еще один ленторог убежал и где-то здесь была зона обитания а вот здесь где-то если я не ошибаюсь а вот она сделаем это миссией ну-ка его свистит неплохо ну побежали к этим нарокопом и я могу ресурсы собирать верхом на машине и не надо никакой новый навык качать то есть я уже умею клёво смогу ли я своей машины задавить нарокопа и пола нифига себе есть деревья ай слезай элой слезай так как насчет огненных стрел горит она не призывает от никого один готов не бей мою машину все думаю мне стоит обыскать все эти тучи могут найтись нужные детали и все-таки не нашел ей нужных деталей плохо их всего тут двое были о починить вал прикольно быстрая починка раньше прям медленнее это происходило ладно с этими миссиями все плохо так это что у меня было сумеречный путь поговорить смогу ли я сделать вот так и где моя машина теперь так с кем я тут должен поговорить опа ресурс еще ресурсы собираем забираем так и ты кто толант деляга ты это я цена машины что спасла карха впервые слышу такую версию чего надо слышала тебе не угодили беженцы там на утесе ты видно плохо слушал там мой трофей поревестник я сам спил его горкунок тут в городе неплохо вышло если на то пошло подрезал ему крыло он влетел в старую башню на утесе там и сдох молодец а те грязные кархать мы просто решили помешать мне забрать свою законную добычу и ты готов идти за ней по головам зачем они же оборванцы помрут с голоду раньше чем я шевелюсь это мы еще посмотрим конечно посмотрим и кархалюбов тут не обслуживает проваливай давай ага окей так и получается нам туда здесь еще по пути миссия будет я так понимаю уже нету х а было помочь интересно походу я мог ее выполнить только тогда сейчас из-за перемещения походу она исчезла обидно зато зона обитания ленторогов можно ленторогов там попробовать еще поубивать и один рог выбить все равно по пути погнали я на эту башню так и не забрался что я в ней пропустил кроме ящика старая бочка старая бочка с чем прогнившая деревянная емкость может содержать цены ресурсы аукей веревочная лестница ладно лестница а как туда забраться неужели мне надо будет сверху лететь на чем-то вот тут есть прыгательные непонятные штуки ладно так пока разберемся с со всеми ними если тут где-нибудь место скрытое довольно нету ладно не беда и так разберемся так надо бы их пометить всех быстренько так и еще кое-что кто если побежит сюда наверх кто сюда побежит соответственно взорвется раньше чем добежит до меня и меня уже там увидел на рокоп ну ничего так начинаем делай 1 делай 2 делай 3 делает 4 ухлепота только камеру конечно трясет капец эй вы куда бедного нарокопа взорвало вы припасы а где еще но блинский блин я так не играю придется бомбы собирать аккуратно так ну одну бомбу бомбочку я ставлю эй лентароги подходи по одному давай 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 не ленись подходи боятся что-то нынче лентароги не такие опасные ну вот лент блин какого так лентарог ну-ка 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 давай на бомбу давай на бомбу ну а бомбу пробежал но не зря же я ее поставил давай вот сюда давай 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 нет стой животное да казалось бы раньше такое стадо могло затоптать а сейчас они ни о чем ну может конечно я прям в толпу сейчас не зашел но как-то все равно легче чем в первой части а это что камушки у вас есть неиспользуемые модификации используйте их кстати три навыка ух блин фух я больше всего стреляю так что мне бы лучше лучника прокачать наконец больше концентрации богу концентрации а я могу вот это сделать высокий выстрел ухты расходует средний объем оружейной выносливости прицельтесь с помощью l2 и нажмите r1 для выстрела а давайте освоить навык 2 очка стоит окей и что я теперь могу делать вы получили доступ к технике владения оружием техника владения оружием называют особые мощные приемы позволяющие разнообразить тактику боя каждый из таких приемов становится доступен сразу для всех видов оружия определенного типа так чтобы применить выбранную технику прицельтесь из подходящего оружия и нажмите r1 при этом расходуется оружейная выносливость которая восстанавливается со временем чтобы сменить технику владения оружия откройте меню оружие l1 жесть так типа вот так вот это да и сколько стрел расходуется по 4 стрелы вау просто на r1 они на r2 а прикольно можно так заражающими или огненными стрелами просто поливать врагов вот это поворот класс новые техники что-то интересное а у такого нету техник у такого нету техник окей это нужно прокачивать здесь что-то малый сундук какой-то и все же как попасть сюда наверх может быть я что-то в прошлой серии пропустил я смог вот сюда забраться тут на рако где-то ходит я слышу но вот туда пробраться я не могу может какой-нибудь каким гличом нет вот здесь тоже не могу короче может быть после не будем утыкаться в это чтоб не там зеленая у меня там миссия до новое задание я пропустил ладно это после того как доберемся сюда и по пути там будет как раз костер окей главное что для улучшения хотя бы хоть что-то выбили опа-опа-опа-опа нифига себе жестокая енот лой два раза долбанул у бедного енота знакомый костер почему сохранение не работает не срабатывает кабанчик постой чуть здесь за сборище такое да кабан ну стой ну куда ты извини бедный кабанчик что происходит мусорщик пойдем поможем что тут происходит а надо было навыкам попробовать и что просто тут бой какой-то был был и все а это те самые развалины которые на карте были уго и тут куча ресурсов открыть меню заданий сколько тут всяких вау сколько тут всего кабанчик извини фиолетовое что-то выпало а а это там что фиандур какой-то это еще что мини загадки пошли защищенная дверь консоль доступа прикольно ящики с ресурсами не вышло ну до него я доберусь как бы вот так подтянем здесь ящик попробовать отойти еще подтянем и теперь можно допрыгнуть сюда и требуется блок доступа вентиляционная панель вот это тебе надо хаван да уж целый дом со всякими фишками ай да свалился что за данные код доступа на парковку железный зажим опорная конструкция которую можно сломать с той стороны можно было сломать а я сюда вообще не так попал зато можно сделать вот так ящик а а а а здесь дверь которую я почему-то еле пролазию а зачем мне еще один ящик элой пройди спасибо опа наверху еще один ящик нет это не так работает может вот так давай супермен давай сломай эту стену а а ну и зачем и зачем мне это надо было и так добрался как на до а а интересно может быть вот так нет отсюда не взять этот ящик а а ладно слишком близко так какие-то мини задачки весьма интересная нынче так и теперь я что могу здесь забраться так нужно найти ключ от двери подожди ключ от двери а это что а и зачем чтоб пробраться сюда ясно здесь дверь просто сломай так окей теперь мы можем сломать эту стену да кратос бы позавидовал бы ее силище а а что у нас тут подземка опачки у элой нынче фонарик есть а наконец таки вау вот это прикол так здесь если не ошибаюсь можно вот это сломать зачем не знаю но если можно сломать сломаем а прибавим немного света но зачем зачем я здесь я могу таким образом спустить сюда ящик дотянуть его а нет не дотянуло здесь не вытащишь но зачем было ломать что то очень странное я ж могу и так пройти как то странно взял пришел все пополомал зачем-то можно вот так сделать просто хотя там были ресурсы ладно у меня ключ есть так что погнали попробуем открыть блок доступа я не нашла а еще раз осмотреть мне нужен блок доступа интересно тут есть ресурсы а тут есть еще один домик а в домике а в домике ничего просто пустой дом рядом элой не застревай пожалуйста так и как тут быть вот я попал внутрь но но что делать там уже не особо понятно о можно здесь забраться на самую крышу а ладно попробуем еще разок а как здесь везде закрыта лой зацепись пожалуйста что что чего она не цепляется милой смотри о молодец зацепилась наконец подтянулись перебежали перепрыгнули здесь здесь все таки что делать надо на крышу может как-то попасть элой прыгни молодец но не так не 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 хочет очень непонятно так что если я сделаю так она за ящик больше не не цепляется наверное застряла дальше не идет зачем я ломал вниз ход как попасть вон туда а а я это не заметил ау на выступу наверху теперь не добраться придется искать другой способ подняться вот зачем ясно вот теперь она будет этот ящик тащить да теперь она тащит этот ящик от него надо дойти подальше вот так вот что я не заметил окей еще немножко давай тащи от молодца так и куда я сейчас заберусь на самую крышу только что задал такой же вопрос подтянись спасибо древний ящик с припасами два осколка ну что тут еще просто крыша а вот и ключ уберу в хранилище на всякий случай окей и что тут у нас до сих пор работает ключ от гаража так что тут за склад был уже здесь тоже нужен вести код а я их не прочел а так данные я почему-то их не прочел и где они это не то носитель данных руины с реликвиями ух ты их немного будет а ваш код доступа серьезно а решетка ер и восклицательный знак и как это понимать а вот код 1705 все окей вау ну прям загадки появились с кодами доступа стоп а как 17 я сказал 17 0 5 прикольно и что это такое у нас орнамент взять что это за штука пройдена реликвия и так приступим просмотр какая-то миссия ух ты орнаменты текстовая запись поврежденные данные минимальные первая остановка нашего тура под названием месть кайлу знаешь что кайл насчет того крутого шоу для випов из казино о котором мы ты тут нам все уши прожужжал так вот его не будет а будет большое путешествие удачи в поисках наших следов понятно так привет от золотых туканов дом может пригодиться позже прикольно 5000 опыта и два очка навыка вау и еще куча ресурсов не зря не зря копались наконец пойдем посмотрим что этот тип от меня тут хочет уберите это с экрана мы тебя вытащим не волнуйся опачки чувака придавило и как ул r2 освободите окей стоп это эрэнд нет просто броня похоже спасибо спасительница можно просто элой эрэнд говорил ты не любишь громких титулов авангард капитан велел следить за скрежетом горы в общем мы убирали найденные туши сикачей чтобы они не привлекли внимание стервятников и все было бы просто если бы кое-кто не поскользнулся пытаясь сдвинуть одну из них пока я вызволяла этого пустоголового объявились мусорники просто забыл согнуть колени вот благодарность за помощь они иногда бывают полезны спасибо постарайся больше не попадать под сикачей береги себя элой прикольно а применяйте домовые шашки чтобы воздействовать окей дымовые шашки уже в продаже видел и они очень дорогие по 60 вроде бы осколков по крайней мере пока что очень дорогие интересно интересно тут какой-то вопросик это радиовышка на таких телефонная так сказать вышка прикольно таких кстати не было в первой части а здесь она есть интересно и что тут обзорная . прикольно возможно если найти место где он был запечатлен визор восстановит недостающие вау ты создаешь так образ был запечатлен в как в какой-то точке в отмечены на вашей карте области чтобы узнать где именно воспользуйтесь не успел прочесть чем воспользоваться картой обзорная . а так ну судя по всему она была сделана где-то отсюда она прям видно и кабан беги отсюда вот вот отсюда до угадал угадал обзорные точки вау уже эти обзорные точки были сделаны мирян так научиться эта компания или забыть интересно удастся ли найти другие класс какой-то дом отдыха походу был красивый такой около речки круто активировать обзорную точку тебе теперь она тут всегда прикольно такие нынче обзорные точки не просто тебе отмечены на карте а по крайней мере нужно было вышку найти с информацией а так мы доберемся сегодня наконец таки до до этой миссии или нет и хотя бы там костер бы поставили бы блин далеко в город забираться так сохранить сохраниться сохранились уже так что побежали чисто прямиком туда посмотрим там что да как и надо заканчивать серию а то и так слишком уже растянул но ведь интересно каждый уголок осмотреть жаль там нету какой-нибудь быстрого подъема может есть просто я об этом не знаю так ну вроде бежим а кстати насчет бежим привет ленторог чем мы пешком спрашивается если можно бежать на лентороге и он бежит ровно по дороге я даже не левым стикам не управляю в первой части это как-то сделано криво вастенька еще и бежит правильно молодец не хочу я тут поставлен следить на благо сверняжи до горы упс сейчас рванет дела у вас так себе ребята папа и и и обувь это должно было взорваться а и быстро 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 где лечебка выпьем быстро зелья ха-ха-ха нет пай припасы где я вот тут ловушки расставлены и беги на ловушку давай ай молодца чем так уж и вучий быстрее наверх и вертикальные подъемы что он нереально живучий приближается машины какие еще машины я разберусь лакеша иди я помогу на холод ловушка не хватает урона у ловушки лечимся это моя машина вообще кто там все комментирует какой зараза где тут этот еще с дарой здоровый линдорог ого что-то не туда бегу нет 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 ау да сколько же тебе надо то хорошо добиваем вот из ловушки есть и иди сюда ладно очнется так она же еще стреляет все почему тут столько внезапно машин да топливный элемент и бомбы аккуратно бы забрать хорошо что я их заметил тут можно во время боя случайно на них наткнуться было бы если понадобится потом заберем так что там за чел такой гадкий который комментировал виделите шоу себя нашел ты кто луф луф а ну слезай нужно поговорить а может быть и не только тоже мне луф нашелся эй так и будешь там стоять на лечебные зелья помогают великолепно нужно бы сделать их побольше а я могу сделать только три окей три так три что там дальше что у них тут творится но и лакеша все плохо тихо все будет хорошо все в порядке ранены но все же живы наш орден встретит следующий рассвет ты уверен и 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 Да, мы знаем. Савахар говорит, он для нас не годится. А кто? Наш жрец солнца. Орден зашел так далеко, благодаря его указующему свету. Ясно. А где этот Савахар? Он отправился медитировать на башню три дня назад и не вернется, пока солнце не укажет ему путь к новому дому. Упавший бы ревестник знаменья, сказал он. А значит, это так и есть. Ясно. И сколько вы собираетесь его ждать? Пока не вернется. Он вернется. Должен. А, жрец солнца. Ваш жрец Савахар. Ты сказала, он там уже три дня. Ага. Его нельзя торопить в медитации. Что он там ест? Значит, это не впервые? Медитирует несколько дней? Ну, обычно это не занимает столько времени. Хорошо, он там медитирует. Но он найдет для нас путь. Путь. Как и всегда. Мы в него верим. Конечно. Но проблемы с укрытием сейчас актуальнее. Хм. В опасности. В скрежете горы есть озерам. Толанд. Он хочет забрать Буревестника. Да. Он был здесь вчера. Весьма неприятный человек. Даже по меркам озерам. Он сыпал всякими угрозами. Но нас так легко не запугать. Все это хорошо, но у него есть дружки. Рано или поздно пожалует вся банда. Савахар найдет выход. Как и всегда. Нужно ли ждать ему время? Времени у вас нет Лакеша. Вам нужно сворачивать лагерь и... Мы его не оставим. И не позволим кому-либо мешать его медитации. Они точно попытаются. Окей, дай мне поговорить с Савахаром. Обвинитесь. Эти машины едва не перебили вас. Ага. Бандиты озерам следят за вами, готовы ударить. Здесь опасно. Нужно связаться с Савахаром и уходить. Это ситуация. Хуже всего, через что мы проходили. Я знаю, нам нельзя оставаться, но без руководства Савахара я не... Позволь мне пройти. И я сумею убедить его, что пора идти. Но его медитация... Если он не получил откровения, он не уйдет. Хотя бы позволь убедиться, что у него все в порядке. Да. Полагаю, это не лишено смысла. Будь осторожна. Путь, ведущий к башне, небезопасен. Савахар силен, но это восхождение очень непростое. Как всегда. Ммм, окей. Пусть нора пройдет. Вы даете мне доступ, чтобы пройти, наконец. Ладненько. Так, ну что ж. Как бы мне не хотелось бы узнать, что там меня ждет впереди. Точнее, наверху. А ждет меня долгий подъем. И это может затянуться еще дольше. Так что все интересное уже в следующей серии. А на этом пора заканчивать. Так что сохраняемся. И... Что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. Да, вроде бы как. Я уже немножко запутался. Столько информации. Так что да, до следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok